Спасибо. Я по старой доброй схеме сейчас хочу скинуть в чат ссылку на гугл папку, где будет появляться содержимое моей доски. Хотя, секунду, без этих всех тонкостей все это сделаем. Так. Продолжение следует. 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 А, я понял. Аккуратно. Сейчас я кидаю ссылку, по ней можно будет заходить, смотреть режимы доски предыдущей. Так, запись идет. Отлично, тогда мы начинаем. На самом деле, сегодня какие-то проблемы были с прошлым разом. Я и так не понял, записалась прошлая лекция или нет. Я могу повторить в качестве рекламы, что в прошлый раз мы обсуждали формулу Горецки-Макферсона и даже ее доказали. По модулю каких-то общих утверждений, общих лем. Это была такая история, сама по себе формула Горецки-Макферсона такая вот прикольная, потому что она позволяет описывать топологию конфигурации плоскостей, вернее, дополнений к конфигурациям. Но там весь этот сюжет опирался… На мой взгляд, самый простой вообще способ доказать все это, значит, там все опиралось на работу с гомотопическими копределами, ну и просто с копределами. В общем, там речь шла про диаграммки разных пространств. Но это был такой сюжет, на который мы потратили две лекции, а сегодня, на самом деле, будет эта, следующая, наверное, часть лекции, будет посвящена совершенно другому сюжету. То есть, в принципе, если вы там пропустили в прошлый раз и запись там потеряется, то, на мой взгляд, в общей конве это не так уж и страшно. Значит, а сейчас мы будем говорить, ну вообще, как бы так, мы будем лежать в сторону дискретной теории Морса. Значит, давайте я так обозначу, что это будет такая тема, такая мини-тема на ближайшую пару лекций. Теория Морса. Вот, значит, чтобы примерно там показать, про что тут речь пойдет, значит, на самом деле, там есть как бы два таких вот ингредиента, которые я бы вначале хотел обсудить, потому что они, вот оба этих ингредиента, они, в общем, имеют некоторое отношение к дискретной теории Морса. Ну, в принципе, можно догадаться, что один из ингредиентов – это вот обычная теория Морса. Значит, я в общих чертах, ну как бы расскажу, вот что я там считаю как бы главным и связанным именно с дискретной версией. Но в целом тут предполагается, что вы это либо там где-то немножко что-то знаете, либо можете посмотреть курс Сергея Смирнова, повторником, по-моему, он сейчас в независимом тоже идет, и, в общем, какие-то подробности про обычную теорию Морса можно там найти, ну и много где еще. Вот, я попытаюсь просто как-то вот привязать, вот что из теории Морса заставляет называть дискретную теорию Морса дискретной теорией Морса. Вот, а другой, значит, другой такой ингредиент, который тоже в каком-то смысле нужно понимать, хотя достаточно понимать не сильно глубоко, это простая гомотопическая эквивалентность. Вот, на самом деле, как бы тема простой гомотопической эквивалентности, она довольно важная, полезная, содержательная, и вот про нее там даже какая-то книга есть, я процитирую, когда придет время. Вот, но в целом нам не то чтобы очень много там вот этой простой гомотопической эквивалентности понадобится, кроме какого-то вот общего понимания того, что происходит, ну давайте, ну и какой-то геометрической интуиции. Ну, это просто как бы некая такая вещь, не то чтобы она вот сильно нужна была для дискретной теории Морса, но это, в общем, всегда такие вещи как бы идут в связке, значит, там полезно понимать одно, изучая другое и наоборот. Ну, давайте я вот по этому начну вот с простой гомотопической эквивалентности, она такая попроще будет и быстрее мы ее пройдем. Значит, какое здесь есть основное определение? Значит, ну определение такое, что мы хотим определить некую операцию упрощения симплециального комплекса. Значит, допустим, пусть k – это симплециальный комплекс, тогда мы скажем, что симплекс и этого комплекса называется свободным. Ну, здесь может быть как-то где-то другая терминология, но я к такой привык. Значит, если он содержится только в одном большем симплексе, значит, если он содержится ровно в одном большем симплексе, ну, давайте больше вот этот симплекс называть j в рамках этого определения. Значит, ну какую-то картинку можно нарисовать, давайте нарисуем какой-нибудь упрощенный комплекс. Это похоже на просто компоненту связности? Нет, я сейчас скажу, на что это похоже. Значит, это будет похоже на лист у дерева. Значит, давайте, давайте, вот я, соответственно, тут какой-нибудь такой цикл нарисую. Вот что-то в таком духе. Вот я нарисовал симплециальный комплекс. Ровно понимать нужно то, что симплециальный комплекс – это такие многомерные аналоги графов, да, вот если так совсем интуитивно. Ну и вот в смысле этого определения свободный симплекс – это аналог висячей вершины у графа. Ну вот, что такое, например, висячая вершина у графа? Ну, это вершина, которая содержится ровно в одном ребре. Вот, ну вот в частности, если у вас есть вот какая-то такая картинка, то вот, давайте, будем отмечать, вот где здесь в этой картинке есть свободный симплекс. Вот эта вот вершина, например, это свободный симплекс, потому что она содержится ровно в одном большем симплексе, то есть вот в одном этом ребре. Вот эта вот вершина, она свободной не является, ну и висячей она не является, потому что она находится в нескольких ребрах. Вот эта вот вершина тоже не является свободным симплексом, потому что она вот вообще во многих симплексах больших лежит, она лежит в двух ребрах, и вот в этом треугольнике. То есть ее мы не считаем свободной. А вот, например, вот это вот ребро, вот такое вот ребро, оно будет свободным симплексом в исходном комплексе, потому что оно содержится ровно вот в одном большем симплексе, то есть вот в этом треугольнике. То есть вот этот вот пример свободного симплекса, размерности больше, чем 0. А вот, например, вот это вот ребро, оно не является свободным, или вот это ребро тоже не является свободным, но вот это ребро не является свободным, потому что оно в двух треугольниках лежит, А это ребро не является свободным, потому что оно вообще ни в чем больше не лежит. То есть тут вот как бы ровно оно по существу, ни больше, ни меньше. Вот. Ну и, собственно, листья на дереве, значит, это, наверное, как-то нехорошо так говорить, но с точки зрения математики листья на дереве нужны для того, чтобы их обрывать. Наверное, в плане экологии это не очень правильно, но в математике как бы принято обрывать листья. Ну и вот здесь мы рассмотрим аналогичную операцию, назовем ее элементарным вдавливанием. Значит, элементарное вдавливание. Это просто операция удаления симплециального комплекса свободного симплекса И и вот содержащего его большего симплекса G. Значит, удаление свободного И и вот этого вот J из определения выше. Ну, в случае вершины получается мы… Так, сейчас я попробую это стереть, хотя, значит, это некая рисковая штука. Ну, в общем, вот если я хочу вдавить вот эту вершину, значит, я должен удалить эту вершину и ребро, которое из нее уходит. Вот у меня это не очень хорошо получилось. Давайте я восстановлю. Значит, вот это ребро осталось, а вот это вот я удалил. Вот если я хочу удалить свободное вот ребро, то я должен удалить ребро вместе с треугольником, который ее содержит, но при этом как бы ту часть треугольника, которая вот не это ребро, нужно оставить. Значит, давайте я опять же попробую здесь удалить. Значит, вот я хочу… Ай-яй-яй. Ладно, давайте так сделаем. Вот у меня было здесь ребро и треугольник, но вот ребро треугольник удалил, все остальное осталось. Вот как бы я вдавил вот этот треугольник вот туда. То есть процедура, которую… Почему вдавливание? Ну, тоже примерно понятно. Вот у нас был вот такой вот треугольник. Ну, вот я вот беру его, как бы тыкаю пальцем вот так вот, тыкаю пальцем вот так вот, тыкаю пальцем, и вот он вдавливается вот сюда, а в итоге ничего не остается. Вот, значит, это вот есть такая процедура вдавливания. Ну, и можно рассмотреть обратную процедуру. Значит, здесь я подробности писать не буду, там формальная. Значит, обратная процедура. Ну, давайте его пока назовем элементарным надуванием. Значит, элементарное надувание – это обратная процедура. Ну, обратная процедура как бы в том месте симплициального комплекса, в котором она возможна. Значит, сейчас примерчик покажу. А английские аналоги названий скажешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сейчас, я это читал буквально вчера, но забыл. то ли extension то ли expansion где-то expansion по крайней мере вот у коэна там есть вот книжка про это там по моему как то так написано я сейчас точно не скажу точно не помню вот значит чего нам разрешается ну например разрешается отрастить лист мы можем взять например отрастить где-нибудь ребро с концевой вершиной мы можем такие листки отращивать как угодно дальше мы можем отрастить ребро вместе с треугольником ну при условии как бы что два других ребра уже есть вот например у нас есть такая галочка вот мы можем здесь нарастить такой вот треугольник то есть это как бы в несколько действий мы делаем вначале вот отрастили там эти ребра потом нарастили треугольник ну вот например здесь вот галочка такая есть вот здесь вот можно значит вот так вот нарастить треугольник это вот я все так надуваю как бы эти треугольники ну дальше в принципе можно было бы еще там многомерное попытаться сделать несколько шагов то есть я могу например вот здесь вот вырастить вначале такое ребро вырастить такой треугольник, потом вырастить здесь еще ребро, вырастить вот такой треугольник, потом вот на вот этой галочке вырастить треугольник, вот там такая задняя стенка. А дальше вот имея такой вот как бы кармашек, я могу здесь вырастить трехмерный такой тетраэдер, значит трехмерный симплекс, вот сюда нарастить. Я как бы нарастил симплекс и вот эту грань добавил формально в комплекс. Я теперь нарастил здесь что-то такое трехмерное. Не за один раз, а за несколько процедур. Так или иначе, это такие процедуры обрывания листьев и, наоборот, отращивания листьев, более многомерных. А теперь, собственно, определение, для чего все это нам нужно. Нам нужно это для определения, что такое простая гомотопическая эквивалентность для простоты симплициальных комплексов. К1 просто гомотопически эквивалентен К2. Это все сейчас симплициальные комплексы. Значит, если один из другого можно получить последовательностью вот таких вот элементарных вдавливаний и надуваний, переводящая К1 в К2. Вот. Ну, в общем, понятно из определения, что это, получается, действительно такая вот эквивалентность отношений. Если у нас К1 эквивалентна К2, то К2 эквивалентен К1, потому что мы разрешаем процедуры и такие, и обратные к ним. Ну, и то, что там эдитивность есть. В общем, все, что мы хотим от эквивалентности, тут есть. Ну, такое вот отношение эквивалентности симплициальных комплексов получается. Ну, и в качестве примера, получается, что все деревья, например, просто гомотопически эквивалентны друг другу. Потому что, например, они все просто гомотопически эквивалентны точки. Значит, пример, все деревья, ну, вот такие графы, являющиеся деревьями, значит, просто гомотопически эквивалентны точки. Ну, а значит, друг другу. Так, ну, замечание такое, что, конечно, если… Сейчас, секунду. Скажем. А, давайте я, прежде чем говорить замечание, скажу еще про морфизм, значит, определение. Вот тут такое чуть более вычурное определение, но суть, в общем, примерно та же самая. Значит, здесь будет говориться следующее, что гомотопическая, вот обычная гомотопическая эквивалентность, эквивалентность F из K1 в K2 называется простой. Ну, простой гомотопической эквивалентностью. Если, значит, она, значит, если она гомотопна, ну, вот как раз-таки последовательности элементарных вдавливаний и надуваний. Значит, элементарных вдавливаний и надуваний. Вот, ну, здесь как бы под гомотопической эквивалентностью, значит, там в определении гомотопической эквивалентности там есть два отображения, в одну сторону, в другую сторону, такие, что там, что-то там. Ну, тут имеется в виду, что гомотопическая эквивалентность – это вот какой-то F, которое можно дополнить некоторым отображением в обратную сторону. Ну, так или иначе, как бы, тут мы знаем, что комплексы K1 и K2, вот они гомотопически эквивалентны, и вот пусть есть какое-то отображение, которое устанавливает эту гомотопическую эквивалентность, тогда вот отображение мы можем прямо вот называть простой гомотопической эквивалентностью, если его можно продеформировать в последовательность вот этих вдавливаний и надуваний. Ну, здесь вот такое замечание, полезно сказать, что наше элементарное вдавливание и надувание, они определялись как такие, как бы, какие-то дискретные процедуры, что вот мы раз там одномоментно удалили, там, ну, допустим, там вдавили, вдавили вот треугольник, например. Вот, но, конечно, значит, это все можно воспринимать как некая такое растянутая по времени процедуру, где вы вот, ну, вот просто вот последовательно вдавливаете, значит, вот этот вот треугольник непрерывно так и получаете вот из такой картинки такую картинку. Ну, и в обратную сторону просто, значит, если вы от такого переходите к такому, то здесь, ну, на самом деле просто можно считать, что, ну, в общем, просто в обратную сторону раздуваете, тоже так непрерывно, так или иначе, значит, все элементарные вот эти процедуры и вдавливание, и надувание, они являются, являются гомотопическими эквивалентностями. В частности, как бы, последовательность таких процедур, ее можно склеить в одну такую непрерывную шкалу, которая вот гомотопическая эквивалентность она по себе. Ну, и тут говорится, что вот, как бы, класс морфизмов, которые, значит, класс отображений, давайте, кстати, я здесь поставлю вот такие вот штучки, значит, я сейчас говорю про геометрические реализации. Вот такой вот, в общем, класс морфизмов гомотопных, такой последовательности вдавливания и надувания, вот мы тоже называем простой гомотопической эквивалентностью. Ну, в общем, в общем, это некий такой формализм, но пусть будет. Вот, и вот идея, которую я, значит, не хочу прямо тут глубоко копать, но вот как бы вообще, почему все это интересно, и вообще, в принципе, может быть, может быть, когда-нибудь я это и расскажу, мы посмотрим. Значит, вот идея, на самом деле, заключается в том, что некая такая интуитивно неочевидная, что понятие простой гомотопической эквивалентности сильнее, чем обычная гомотопическая эквивалентность. Значит, что бывают, значит, бывают непростые гомотопические эквивалентности. И более того, значит, ну это как бы утверждение, не следующее из первого утверждения, оно как бы такое по отдельности, что бывают симплециальные комплексы, комплекса, которая гомотопная, ну там гомотопически эквивалентная, ладно, давайте я попростому скажу, что гомотопная, но не просто гомотопная. Вот, значит, там бывают какие-то вот такие вот вычурные примеры, и там, соответственно, возникает некий там ситрюжный такой вариант, который различает простую гомотопическую эквивалентность. Ну, про это вот есть большая, значит, книжка, которую, вот если вам интересно, почему оно так, то, в принципе, ну, прочитав там первые страницы 30, вы, наверное, сможете примерно, в общем, понять, почему это так. Значит, есть такая книжка, Коэн, а, курс, In Simple Homotopy Theory. Ну, в общем, я ее так полистал, мне показалось, что она довольно понятна написана, в общем, она меня порадовала. Вот, откуда там берут свои варианты, вообще какие-то препятствия к простой гомотопической эквивалентности. Вот, ну, так или иначе, значит, вот ключевое во всем этом, то, что нам впоследствии пригодится, это вот эта вот процедура, которая говорит, что если взять, значит, и добавить к картинке, ну, как бы два симплекса, размерности которых отличаются на единичку, ну, вот, например, ребро, содержащий ее треугольник, или там вишину, содержащая ребро ее, то, значит, от этого не меняется гомотопический тип. Ну, даже там простой гомотопический тип на самом деле. Ну, окей, значит, это была такая как бы присказка. Значит, теперь я хочу немножко напомнить про теорию Морса. Ну, вот как про обычную теорию Морса, что, как бы, там важно во всем этом, значит, теория Морса. Значит, ну, вот классическая теория Морса, она работает там на гладких многообразиях. Значит, у нас есть там какое-то многообразие, значит, такая многомерная поверхность. Н-мерная, пусть будет, значит, гладкая. Значит, ну, опять же, какие-то термины, которые там, наверное, все знают, но если там не знаете, то вот не огорчайтесь. Значит, вы можете просто воспринимать это так, что там работаем с поверхностью, какие-то картинки, в общем, я надеюсь, из картинок будет понятно, что происходит. Но, тем не менее, я попытаюсь что-то более-менее строгое такое писать. Значит, у нас есть гладкое многообразие. Давайте до кучи считать, так, давайте считать, что оно там замкнутое, значит, без края, компактное. Давайте еще до кучи считать, что оно Римманово. Значит, там есть Римманово метрика. Вот, давайте возьмем функцию просто из этого многообразия, принимающую значение, вещественное значение. Вот, мы у этой функции можем посчитать градиент. Значит, ну, вообще-то, говоря там, у функции мы можем посчитать ее дифференциал. Дифференциал – это там ковекторное поле, но если многообразие Римманово, мы можем ковекторное поле превратить в векторное поле, которое и называется, значит, градиентом функции. Значит, ну, это некоторое там векторное поле, значит, векторное поле на многообразие. Вот, давайте я здесь какую-то картинку нарисую. Вот у нас, получается, какие-то тут стрелочки, стрелочки. Вот, ну, где-то векторное поле может, там могут быть особые точки. Значит, точки на многообразии, где градиент равен нулю. Ну, это, получается, такие, как это называется, стационарные точки функции f. Да, давайте здесь напишем, что… Вот добавим такое требование. Значит, допустим, что вот это поле обнуляется лишь в каком-то конечном числе точек. в конечном числе точек. О, ну, значит, это что такое? Ну, вот эти точки, они там называются особыми точками векторного поля. Значит, это особые точки векторного поля. Но они же как бы, то, что называется, стационарные точки для исходной функции f. Точки для f. Ну, точки, в общем, точки, где все производные f равны нулю. Вот, и еще, допустим, значит, еще одна вещь, надо допустить, что вот как бы линеаризация вот этого потока в окрестности любой особой точки задается невырожденной матрицей. Значит, допустим, что линеаризация вот этого потока в окрестности любой особой точки задается невырожденной матрицей. значит, матрицей. Вот, но это условие обычно по-другому переформулируют. Значит, в терминах исходной функции ну, как бы линеаризация градиентного потока задается просто вот матрицей, как бы совпадающей с вторым дифференциалом функции. Значит, на самом деле вот это вот условие, оно обычно так пишется, что второй дифференциал функции f в любой особой точке невырожден. Значит, в любой особой стационарной точке f. Значит, в любой стационарной точке функции f. Сторонной точке x. Вот, значит, это некие такие вот предположения. И вот имея значит, все это мы можем сделать значит, мы можем дать еще одно определение. Определение будет такое. Значит, у нас у каждой особой точки тогда возникает корректно определенный индекс. Значит, индекс индекс особой точки ну или стационарной точки давайте я сразу стационарной на одной точке x это количество значит, количество знаков, ну как бы количество плюсиков в канонической форме канонической форме ну вот квадратичной формы второго дифференциала значит, d2f в точке x значит, здесь ну я напомню, что у нас d2f это квадратичная форма квадратичную форму над вещественными числами мы всегда можем привести к диагональному виду с единичками, минус единичками и ноликами на диагонали но ноликов не бывает потому что мы предположили что матрицы не вырождены значит, у нас здесь будет сколько-то единичек и сколько-то минус единичек в этой матрице ну вот к канонической форме ну иногда индексом называются количество минус единиц ну я бы даже сказал что чаще вот давайте я сейчас мне почему-то хочется с плюсиками это это вопрос не очень принципиальный потому что к institutions переходят в плюсик если вы к функции f припишите знак минус с самого начала. То есть это небольшая беда. Ну и вот количество вот этих вот плюсовых позиций, значит, оно и называется индексом. Значит, это будет назваться акиндекс точки x. Вот, и вот идея, как бы, которой, ну вот основная идея вообще теории Морса в том, что, вот обычной классической теории Морса, идея состоит в том, что вот имея вот такую вот функцию f, значит, имея такую f на, значит, вот такие данные, значит, функцию f на многообразие m, можно как бы разбить многообразие m на клетки. Значит, я клетки напишу в кавычки, потому что, как бы, это будет не совсем то, что называется клеточным комплексом, значит, там есть какие-то нюансы. Вот, про эти нюансы я сейчас немножко, ну, скажу пару слов, как на все это можно смотреть. Вот, ну, я сразу скажу, что вот такая f, она там всегда существует, потому что, более-менее, если вы там случайно возьмете f, то вот она будет удовлетворять всем тем условиям, которые были написаны на предыдущей доске. Вот, то есть, как бы, вопрос существования такой функции f, он не особо интересен, она всегда существует, но, как бы, обычно, если вы хотите какое-то многообразие как-то хорошо разбивать на клетки, то вам вопрос в том, как бы, как бы так вот хорошо придумать эту функцию f, для которой получится какой-то явный красивый ответ. Вот, ну, давайте, значит, я напомню, как делает эта конструкция. Значит, я здесь даже предложу вам на выбор две конструкции. Вот, и вот как раз такая, как бы, каноническая, общеизвестная, она, скорее, будет второй. Значит, вот я сейчас напишу некую такую чуть-чуть менее известную, но тоже очень полезную. Здесь у нас возникнет некая дополнительная такая наука. Значит, вот я попробую даже, значит, это привязать к каким-то таким относительно прикладным вещам. Значит, вот прикладные вещи, это, значит, прикладными вещами я понимаю всякие алгоритмы градиентного спуска, на которых очень много всего, значит, прикладной науки основано. Вот, но сейчас вот я хочу, так вот чисто с математической точки зрения, посмотреть на градиентный спуск. А именно, я сделаю следующее. Значит, я могу взять любую точку многообразия m, и имея градиентный поток, значит, имея вот в каждой точке m некое направление градиента, я могу, вот начиная из точки y, идти вдоль вот этих вот стрелочек, значит, идти по градиентному потоку. Ну, математически это означает следующее, что я могу рассмотреть соответствующую траекторию. Значит, можно рассмотреть траекторию градиентного потока градиентного потока с началом вот в точке y. Ну, то есть, значит, я хочу чего сделать? Я хочу придумать такую вот гладкую функцию φ из r в m, такую, что, значит, φ с точкой равно, ну, как бы, в каждой, при каждом t φ с точкой равно градиенту f. Ну, имеется в виду, что здесь в точке t, а здесь градиент f в точке φ от t. Да, если так подробно писать. И такую, что φ от нуля равно y. Вот, то есть, я начинаю по моему многообразию идти, ну, в общем, идти по стрелочкам. Ну, то, что такая траектория существует, это там основная теорема дифоров. Такое должны все знать. Вот, как бы, зачем мне это все нужно? Значит, я хочу посмотреть, куда я приду, там, при плюс бесконечности и при минус бесконечности. Значит, давайте такое, давайте вот это я напишу как такое упражнение, значит, тут на осознание. Что, вот, в принципе, иначе быть не может, значит, упражнение такое, что существует предельная точка моего пути при t, стремящемся к плюс бесконечности. Вот, и давайте я назову y плюс, ну, и при минус бесконечности. Значит, если я начну скатываться по градиенту назад, в минус бесконечность, то я тоже попаду в какую-то точку многообразия, y минус. Причем вот эти вот точки, куда я попаду на плюс и минус бесконечности, это стационарные точки. Значит, y плюс и y минус – это стационарные точки функции f. Точки функции f. Ну, давайте такой небольшой комментарий, что то, что вот такие точки предельные существуют, значит, здесь используются как бы два фактически, как бы два факта. Во-первых, то, что мы ходим по компактному, там, замкнутому многообразию. То есть, в принципе, компактность нам о чем-то говорит. Вообще-то говоря, если бы у нас были просто вот на многообразии какие-то вот, давайте нарисуем многообразие, какие-нибудь на нем просто абы как нарисованные стрелочки, то даже если бы оно было компактным, у нас, в принципе, могла бы быть такая ситуация, что вот мы ходим-ходим-ходим и там наматываемся как-нибудь там бесконечно на какой-нибудь цикл или там примерно наматываемся на цикл. Но вот такие ситуации запрещены, потому что у нас вот этот поток – это градиентное поле для некоторой функции. А это означает, что каждый раз, когда мы идем по этим стрелочкам, у нас значение функции только увеличивается. Но оно как бы не может бесконечно увеличиваться. Ну, грубо говоря, вот это упражнение, там, вспомнить какие-то там базовые теоремы из Матана, там про то, что, не знаю, на компактном множестве есть максимумы функции, но что-то в таком духе. То есть мы не можем здесь как бы зацикливаться, ходя по стрелочкам. Поэтому, значит, мы и на плюс, и на минус бесконечности воткнемся в какую-то точку. А для чего нам это нужно? Значит, это нужно нам для того, чтобы как бы разрезать все наше многообразие на отдельные кусочки. И кусочки нам будут выбираться из такого принципа. Куда мы попадем, в какую стационарную точку мы попадем, если будем двигаться по градиенту. Значит, давайте введем такое вот определение. Ну или конструкция, неважно. Значит, для каждой стационарной точки x, значит, я напомню, их конечное число. Вот для каждой стационарной точки мы рассмотрим такое, не знаю, восходящее множество восходящее множество b плюс от x. Значит, что такое b плюс от x? Значит, это множество всех точек многообразия. Градиентный спуск из которых нас приведет вот ровно в эту точку x. Ну и можно рассмотреть еще такое как бы нисходящее множество. Значит, ну это какое-то другое, вообще-то говоря, множество. Нисходящее множество – это как бы множество всех y на многообразии, как бы градиентный подъем из которых приведет нас в x. И здесь можно заметить следующее. Значит, можно заметить, что вот такие вот множества, они вообще-то разбивают наше многообразие просто вот на куски. То есть у нас любая точка многообразия, она лежит вот ровно в одном из вот этих множеств, ну и ровно в одном из вот этих множеств. Ну, давайте я вот это вот как бы скобочки возьму, чтобы оно нам до поры до времени не сильно мешалось. Ну вот давайте смотреть только на восходящее множество. Ну, как бы если вы возьмете какую-то точку на многообразии и начнете из нее градиентно спускаться, вы попадете в какую-то однозначно определенную стационарную точку. Поэтому, значит, получается, что у нас такое вот разбиение, значит, что все многообразие m распадается в дизъюнтное объединение восходящих вот этих вот множеств по всем, значит, x стационарным точкам функции f. Ну, и вообще, говорят, какое-то другое разбиение получается, если рассматривать нисходящее, наоборот, множество. Тоже любая точка многообразия попадает ровно в один из этих кусков. Вот, ну и тут некоторое такое вот утверждение. Это, конечно, такое утверждение больше измотало. На мой взгляд, оно, в принципе, довольно естественное, но, в общем, я не готов поручиться, что это вот прям какое-то упражнение, которое вы можете взять и сделать. Ну, по крайней мере, известно следующее. Значит, известно, что вот на самом деле вот эти вот куски – это диски, значит, это такие вот открытые клетки. Причем b плюс от x – восходящее множество дефиоморфно. Значит, ну, на дефиоморфизм можно забить. В принципе, нам достаточно там будет какой-нибудь генеморфизма. Но вообще-то говоря, вот здесь вот этот значок – это дефиоморфизм. На самом деле, вот это просто клетка размерности, равной индексу особой точки. И b минус – это тоже клетка. Значит, это просто открытый шар размерности n минус индекс. Дополнительные размерности. Ну, как бы идейно это получается вот как, что у вас есть особая точка. Давайте я здесь какую-нибудь картинку, наконец, нарисую. Значит, вот у вас есть особая точка. И в окрестности особой точки ваша функция f. Значит, f от… Ну, значит, если y близко к x, то f от y имеет вид сумма скольки-то координат квадратов координат y с плюсами и минус сумма оставшихся координат с минусами. Ну, для некоторых координат. Тут индекс x плюс 1 минус и так далее минус yn в квадрате. То есть у вас график функции выглядит, ну, как-то такой какой-то параболоидский, перболический. И вот в окрестности точки x, значит, вот у вас тут откладываются значения f. Вот это вот особая точка f. И вот в малой окрестности точки x, как бы нисходящее множество, оно идет вот вдоль тех парабол, ну, вот как бы всех координат, которые идут вниз. Параболы по которым идут вниз, то есть вот по вот этим вот координатам. А восходящее множество, оно соответствует как бы всем направлениям, по которым функция растет. То есть вот всем вот этим вот направлениям. Ну, как бы это речь идет про как бы маленькую окрестность особой этой стационарной точки x. Ну, а дальше надо как бы все это просто продолжить. То есть у вас вот все направления, по которым вы спускаясь приходите в точку x, они вот как бы так вот идете, по ним наоборот вверх. Ну, и вот они там вам заметают вот такую вот глобальную, такое вот пространство. А если вы наоборот хотите нисходящее множество, как-то понять, что оно из себя представляет, ну, вам нужно вот по всем нисходящим направлениям идти вниз по градиенту. Но оно тоже заметет вот обычный клеток. То есть в этих вот отдельных множествах никакой топологии особой нет. И получается, что вот то, что мы построили, это такое вот как бы клеточное разбиение. Ну, то есть мы разбили там наше многообразие на какие-то куски. Каждый кусок – это такой открытый шар какой-то размерности. И вот получается, что все эти штуки – это такие как бы клеточные разбиения. Ну, как бы, но не совсем. Сейчас на примере будет понятно, почему это на самом деле не клеточное разбиение. Значит, давайте пример на отдельном слайде нарисуем. Вот, ну, возьмем Тор. Значит, двумерный Тор. Вот это уже какая-то такая классическая картинка, которую всегда рисуют, когда говорят про теорию Морса. И возьмем вот на Торе некоторую функцию. Ну, вот функцию в теории Морса обычно изображают как высоту. Ну, то есть я просто вот на бок поставил этот Тор, и каждой точке сопоставляю его Z-овую координату. Ее Z-овую координату. То есть функция F – это просто высота. И вот у такой функции высоты есть 4 стационарных точки. Значит, есть точка, в которой F принимает там глобальный минимум. Да, это как бы самая низкая точка вот на этой поверхности, если так на эту картинку смотреть. Значит, давайте я ее назову X4. Потом есть точка вот где-то вот тут. Есть точка X3, которая тоже стационарная, и в окрестности которой F имеет вид гиперболического параболы. Одна парабола направлена вот сюда вниз, другая вверх. Нечто похожее здесь есть вот где-то тут. Значит, это точка X2. И, наконец, есть глобальный максимум функции F, и точка глобального максимума – это X1. Давайте я напишу, какие у них индексы. У них индексы из того, что я сказал, легко высчитываются. Значит, вот здесь у нас у функции F оба направления идут вверх. То есть локально функция F в окрестности этой точки имеет вид такого параболоида, направленного по всем осям вверх. Поэтому здесь оба направления имеют знак плюс. То есть у нас есть два положительных направления. В этих двух точках одно направление направлено вверх, другое вниз. Значит, здесь индекс равен единице, здесь тоже индекс равен единице, и здесь индекс равен нулю, потому что здесь оба направления все идет вниз. Функция F в окрестности этой точки имеет вид минус y1 квадратить минус y2 квадратить. Вот теперь что со всем этим можно сделать? Ну, давайте посмотрим на восходящее множество для каждой точки, для каждой из перечисленных точек. Значит, давайте возьмем восходящее множество для точки x1. Ну, b плюс от x1 – это вот просто сама точка x1 и есть, потому что из нее как бы выше идти уже некуда. Она на самом верху. Так, дальше идет b. Давайте посмотрим, что такое b плюс от x2. b плюс от x2 – это вот мы берем точку x2 и идем от нее вот строго вверх как бы по градиенту. Как-то вот так идем и сзади так идем. И в итоге, если мы там будем идти до бесконечности, то на бесконечности мы придем вот в эту точку, но она как бы в b плюс от x2, конечно, не лежит, потому что она лежит уже вот в этой, вот в этом куске. Ну, то есть b плюс от x2 представляет собой как раз такой вот открытый интервал. Значит, это будет в полном соответствии с общим утверждением. Это будет r1. Но давайте я здесь буду рисовать как бы какую-то картинку. Значит, вот у нас была точка, вот это b плюс от x1. b плюс от x2 добавила нам вот так. Вот так вот пришили такую клетку. Дальше идет b плюс от x3. Значит, это опять же абстрактно, это просто открытый интервал. Ну, а реально вот если мы из этой x3 пойдем наверх, то вот мы там как-то вот так вот по внутренней, значит, вот этой вот, как там это называется, ну, параллель, видимо, мы вот так вот пойдем по этой параллели тора, в эту сторону, в эту сторону. Ну, идем, 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 но на бесконечности мы, конечно, воткнемся вот в эту точку x2, но понятно, что она в соответствующем восходящем множестве лежать не будет. То есть у нас картинка будет вот такая. Она как бы подклеилась вот к какой-то точке вот здесь, вот, но тем не менее вот сама это, само восходящая множество вот как-то так выглядит. Вот, и, наконец, дальше, если вот из x4 всеми возможными способами идти наверх, то вот у нас вот мы как бы обволочем, значит, вот этот вот тор, как бы мы обволочем все, что осталось. Но тут мне как-то адекватно я это не смогу изобразить. Как бы я напишу, что B+, от x4, это абстрактно просто такой двумерный диск, но реально это как бы вот он вот так вот, вот как-то вот на все это наклеится, ну, и вот так у нас получается то, ровно то, с чего мы стартовали. Вот в чем здесь нюанс? В том, что то, что мы здесь нарисовали, это формально не клеточный комплекс, потому что у нас в клеточном комплексе, вот одна из базовых там самых аксиом, там в определении, это то, что мы каждую следующую клетку прицепляем к клеткам меньшей размерности. А тут вот мы видим, что вначале все в порядке, вот была нумерная клетка, мы к ней прицепили что-то одномерное, а дальше вот следующий одномерный вот этот вот кусочек, он у нас прицепился не к нумерной клетке, как он должен был быть в клеточном комплексе, он прицепился куда-то вот посередине вот этой клетки. Ну, типа вот непорядок, значит, нехорошо. То есть вот это вот как бы это не клеточный комплекс, значит, не CW-комплекс получается. Но, тем не менее, значит, мораль здесь, в общем, примерно такая, что на самом деле то, что здесь получается, оно хоть и не клеточный комплекс, но всеми там хорошими свойствами клеточного комплекса он обладает. Давайте вот здесь я немножко такое отступление скажу. Ну, не уверен, что это вот прямо стандартное какие-то определения и вообще понятия, но оно вот оказывается весьма полезным. Значит, некий вот сейчас формализм, который можно использовать и который будет применим к нашим вот этим разбиениям. Значит, определение такое. Мощением. Мощением. Значит, по-английски это paving. Ну, какого-нибудь там хорошего пространства. Ну, не знаю, давайте напишем там компактного Хаусдорфова. Меня интересуют такие, но здесь, в общем, какие-то вариации можно наверняка делать. Хаусдорфово пространство. x называется такая конечная последовательность, значит, ну, более умным словом это называется фильтрацией, но пока что это, в общем-то, не по существу. Значит, конечная последовательность вложенных подмножеств вложенных подмножеств мы потребуем, чтобы стартовало все с точки. Ну, оно, наверное, по-другому тут и не получилось бы. Но, тем не менее, пусть будет написано. И каждый раз, вот, как бы, каждый следующий шаг это добавление открытой клетки. Значит, x и минус x и минус 1, значит, просто такое вычитание множеств. Это просто, ну, вот здесь это гомеоморфно, значит, гомеоморфно R открытой клетки какой-то размерности КАИ. Ну, и вот этот вот КАИ мы можем называть, значит, КАИ называется, КАИ это индекс индекс и того члена мощения. Это ну, вот, в принципе, вот то, что мы получили на прошлой картинке, вот оно фактически является мощением. Значит, смотрите, мы взяли точку, добавили к ней открытый интервал, потом еще как-то добавили открытый интервал, не обязательно к точке, а, ну, куда-то так прицепили, потом еще добавили открытый диск двумерный. Получился тор. Ну, вот то, что здесь нарисовано, значит, разбиение на восходящее множество для стационарных точек, ну, вот это как бы не клеточный комплекс, но получилось мощение. Ну, давайте, значит, тут в качестве примеров и напишем, чего здесь бывает. Какие бывают примеры мощений. Ну, во-первых, любой там конечный клеточный комплекс задает мощение. конечный клеточный W-комплекс задает мощение. Каким образом? Ну, давайте просто добавлять в клетки, вот если у нас есть клеточная структура, мы просто будем добавлять последовательно клетки. Вначале там все нумерные, потом все одномерные, ну, и так далее, вот так по размерности, чтобы оно все хорошо шло. Но это будет мощение, потому что у нас каждая клетка сама по себе вот такая. Ну, помимо клеточных комплексов вот у нас еще есть теория Морса. Значит, вот там хорошая, достаточно хорошая, гладкая функция на многообразии дает, значит, тоже дает мощение. А именно, как здесь можно сделать? Можно упорядочить, значит, мы можем упорядочить стационарные точки по убыванию значений функции f в этих точках. Значит, ну, мы просто скажем, что у нас точки таковы, что f от x1 больше, чем f от x2 больше, чем и так далее, больше, чем f от xn. Ну, так мы их можем упорядочить, конечно, если мы знаем, что все эти значения различны. Обычно в определении функции Морса там требуют, чтобы значения функции f во всех стационарных точках были попарно различны. Ну, здесь по большому счету это не очень важно, в принципе, даже если какие-то из них будут совпадать, то тоже там норма. Вот мы так упорядочим просто все точки и скажем, что мощение наше для многообразия M будет состоять, вот и ты, член мощения, будет состоять из всех, ну, допустим, восходящих множеств вот этих вот стационарных точек от единицы до I. Ну, то есть мы, как бы нам функция F дает некую последовательность, в которой мы добавляем эти клетки. Значит, здесь такой вот комментарий, в принципе, уместен, что ну, какую-то часть вот того, что здесь написано, можно было бы делать, не имея явно функции F, то есть достаточно, в принципе, было бы иметь векторное поле на многообразии, там, какая-нибудь картинка, вот, какая-нибудь картинка, вот мы могли бы вообще не задумываться о функции F, а просто взять вот некоторое векторное поле и там взять его особые точки, для каждой точки рассмотреть там восходящее-нисходящее множество, и у нас получается как бы разбиение многообразия, в любом случае получается разбиение многообразия на некие хорошие куски. Вопрос в том, что если у вас нет изначально функции, то у вас нет гарантии, что ну, как бы, что вы не замкнетесь в какой-нибудь цикл, и у вас нет гарантии, что у вас получится мощение. Значит, функция вам дает как бы наличие функции, собственно, вот функции Морса, вам дает некий некий способ вот последовательно собирать ваше многообразие из каких-то простых кусков. То есть вы знаете, какая точка у вас будет первая, какая вторая, там и так далее. Вот. А вот если поле произвольное, то даже если с помощью него вы смогли разбить многообразие на хорошие куски, у вас нет гарантии, что вы получите мощение. Вот. То есть такой тонкий момент есть. но тем не менее, значит, если у вас все-таки настоящая функция F, то вы вот так последовательно можете все собирать. Ну и здесь еще я добавлю в качестве примера, значит, есть такая чуть-чуть более эзотерическая штука, но вот возможно кому-то из вас будет интересно. Значит, вот есть еще как бы третий пример мощений. На самом деле это как бы третий пример, он самый важный, и, ну, наверное, самый важный, он происходит из алгебраической геометрии. Значит, давайте здесь поставлю звездочка. Звездочка, помимо того, что символизирует собой несколько вещей. Во-первых, то, что для понимания этого пункта, видимо, надо иметь какие-то дополнительные знания. Во-вторых, для, собственно, формализации того, что будет написано, нужно еще больше знаний. тем не менее, я напишу, значит, что если на не особом проективном алгебраическом многообразии вообще-то даже над каким угодно полем алгебраически замкнутым, алгебраически замкнутым полем F. Вот, если на многообразии действует алгебраически действует такая алгебраическая окружность, мультипликативная группа поля с изолированными неподвижными точками, неподвижными точками, то такое действие действие порождает мощение, но мощение здесь понимается, конечно, такой смысл алгебраической геометрии, отличие его от мощения из прошлой доски, конечно, в том, что вместо того, чтобы потребовать, что дополнение это R в степени KI, надо требовать, что это будет поле F в степени KI, то есть просто такое афинное, самое простое вот такое афинное многообразие, афинное пространство, как оно есть. Так или иначе, значит, это некая такая полезная вещь, если вы хотите развожить ваше алгебраическое, ваше проективное многообразие на некие афинные куски. Значит, там вот есть большая наука про теорию мотивов, для которой это все очень надо и полезно. Но так или иначе, значит, есть некая алгебраическая наука, которую собственно ровно по перечисленным причинам и называют как бы алгебраическим аналогом теории Морса. Вот формально значит, то, что здесь написано, это так называемая теория Белонидского Берруя. Вот она такая довольно интересная и возможно кто-то из вас интересна алгебраическая геометрия возможно вам будет полезно. Значит, вот есть такая штука, которая алгебраическая аналог теории Морса. Вот ну значит, вот такая здесь есть история. Значит, что из всей этой истории извлекается. давайте я сформулирую несколько выводов. Вот мы поняли, что значит, что вот функция Морса нам задает такое вот разбиение на куски. А чем это хорошо? Ну давайте тут я тоже без каких-то вот формальных построений это сформулирую. Вот тезис такой неформально звучит так, что мощение 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 я они вообще-то ничем не хуже клеточных разбий. Конкретно мысль здесь будет такая, ну наверное здесь можно чуть больше сказать, но я скажу чего обычно теории Морса например хотят. Ну вот например можно использовать мощение для подсчета гомологии. Вот гомологии икса давайте с коэффициентами fz можно вычислить вычислить с помощью цепного комплекса комплекса вот такого вида так, но он будет какой-то конечной длины в котором итый вот вот это вот итый член комплекса это просто свободная абелева группа порожденная в семье давайте так напишем вот вот член это свободная свободная абелева группа ранга n i где n i это число членов мощения индекса i число членов мощения индекса i ну то есть вот вы как бы берете все как бы и мерные клетки которые присобачиваются в процессе мощения порождаете им свободную группу дальше из них формируется там по некоторому правилу такой вот цепной комплекс и вот его гомологии это будут просто обычные сингулярные гомологии x то есть здесь история ровно такая же как переход от сингулярных гомологий к клеточным гомологиям мы это конечно впитываем с молоком наших лекторов на топологии что вот так оно и должно быть но вообще это как бы некое утверждение про клеточные комплексы что клеточная гомология из-за сингулярных гомологий не очень сложная но условно говоря если вы возьмете мне кажется почти любое доказательство этого факта про клеточные гомологии то ровно точно так же вы можете доказать что-то и про мощение можете подумать над этим я бы сказал что наверное такой концептуальный самый простой способ доказать и про то что клеточная гомология изоморфная сингулярным и про то что гомологии можно считать с помощью мощений концептуально лучше всего это делать с помощью спектральных последовательностей может быть мы до этого доживем так или иначе в плане гомологии счет гомологии можно делать с помощью мощений ну и в частности давайте напишем что это дает для теории Морса в частности если применить все это к мощению для мощений из теории Морса ну мы получаем что значит гомологии значит гомологии многообразия М можно считать значит можно вычислять из комплекса ну из цепного комплекса где ци давайте такое красивенькое ци красивенькое и x z это значит свободная абелева группа порожденная всеми стационарными точками индекса и все стационарные точки индекса вот ну как бы пока что это не то чтобы какое-то сильное утверждение вот но тем не менее из из этого утверждения очевидным образом следуют ну как бы такие численные численные результаты теории Морса давайте это уже сформулируем как такое значит следствие давайте вот количество стационарных точек индекса и я как и раньше буду обозначать n как и в общем случае для мощений так вот следствие значит у нас такое здесь довольно стандартное что во-первых it число beta x ну это у нас как бы как мы помним ранг гомологий вот но очевидно что поскольку гомология это какой-то подфактор вот вот здесь то понятно что такой ранг меньше либо равен рангу вот этой группы ци красивенькая от x z то есть n ну то есть число beta x не превосходит число стационарных точек индекса вот такая вот прикольная штука ну следующая прикольная штука которая может довольно естественно из всяких других соображений это проэллерову характеристику что знакопеременная сумма чисел beta равна знакопеременной сумме всех вот этих вот чиселок количеств стационарных точек индекса и ну это тоже такая в общем простая вещь ну и еще в принципе из того же значит из того же алгебраического утверждения из того что так а я тут что-то ерунду какую-то написал я почему-то у меня раньше была m а стала x нет неправильно давайте давайте сделаем с этим x и должны быть m вот ну и последнее утверждение оно такое значит оно как-то так метровно выглядит но в целом оно доказывается из тех же самых соображений значит то знакопеременная сумма вот не всех чисел бете а всех до s причем вот знаки вот так надо подбирать вот это вот меньше либо равно аналогичной сумме вот этих чисел вот этих чисел ну значит из пункта 3 следует пункт 1 значит просто надо два соседних неравенства ну там при s и s минус 1 свожить там все сократится поэтому получится вот из этих неравенств следует вот это неравенство поэтому значит эти типа неравенства сильнее вот они там называются сильными неравенствами морса значит это сильные неравенства морса ну а это там просто неравенства морса или слабые слабые вот но так или иначе последний факт это тоже некая возня там с цепными комплексами ну такое в общем упражнение которое полезно сделать ну как бы ровно из той же серии что и равенство нейлерову характеристику ну там есть некий зазор из-за которого здесь все-таки неравенство получается но так или иначе значит вот эти вот все штуки они это такая наиболее прикладная часть теории морса в том плане что ну например еще там в годах да по-моему еще там в середине 20 века химики значит очень любили теорию морса использовать вот ровно в таком контексте значит там сейчас я думаю что и не только в химии бывает часто оценивать на каком-нибудь там хитром многообразии оценивать количество стационарных точек ну и вот теория морса нам говорит некую такую незамысловатую вещь а именно что число стационарных точек там какой-нибудь достаточно общей функции оно как минимум сумма всех чисел бэти что следует что следует из неравенства один вот но посчитать какие-нибудь числа бэти это значит можно там нагрузить топологов и топологи что-нибудь там оценят и вот типа классно возникают какие-то какие-то оценки это бывает вот там типа важно в какой-то квантовой химии где какие-то молекулы в общем оцениваются какие-то какие-то электронные облака сложных молекул там возникают какие-то сложные многообразия и вот как-то руками посчитать функции сколько у них стационарных точек бывает тяжело а вот числа бэти ну как-то из каких-то топологических соображений бывает просто посчитать то есть они часто используются в какую-то такую сторону ну как я понимаю сейчас вот люди там я так понимаю что там Сколково есть какие-то люди которые все это пытаются какие-то оценки из теории Морса и вот всякие такие штуки применять к нейросеточкам на нейросеточках там там тоже полезно бывает оценивать сколько сколько у нейросеточки там стационарных точек сколько там минимумов максимумов и так далее ну и казалось бы вот это тоже некая область где теория Морса может такая вот классическая теория Морса может скрать важную роль так ну такая вот такая вот здесь есть история ну вообще-то говоря как бы конечно теория Морса на всем этом не заканчивается и там есть большая наука как считать как считать дифференциалы вот вот в этом вот комплексе ну не для произвольного мощения а конкретно для клеток для Морсовских этих клеток вот как выглядят вот все вот эти вот морфизмы это можно явно сделать давайте отмечу значит вообще говоря есть ну можно явно описать дифференциалы ну давайте допустим гомологические вот это там тоже есть про это какая-то наука что надо какие-то траектории подсчитывать алгебраические какие-то суммы брать вот ну я в это вдаваться не буду я думаю что вы если захотите сами это найдете вот но так или иначе есть есть такая в общем есть некий способ смотреть на теорию Морса с помощью вот этих восходящих нисходящих поток давайте я теперь напоследок сейчас я подумаю имеет ли это смысл сейчас рассказать или лучше сделать в следующий раз наверное значит некий более классический а ладно скажу сейчас 5 минут есть давайте такую конструкция 2 вот она такая вот конструкцию 2 вы уж наверняка видели 2 как бы другой некий способ смотреть на теорию Морса а это а это именно смотреть на множество уровня давайте я здесь нарисую всю ту же картинку которая была раньше картинка за публиком есть функция высоты давайте я буду наполнять свой тор водой причем вода у меня будет плескаться вот где-то снизу значит у меня есть R где принимает значение функция F давайте будем считать что пусть F вот сейчас я потребую что F удовлетворяет тем свойствам что и раньше то есть что у нее конечное множество критических точек в каждой из них второй дифференциал не вырожден ну и кроме того добавлю условия вот здесь это будет важно но еще добавлю к этому что все критические значения критические значения различные ну то есть значение F в критических точках все критические значения разные попарно различные вот и тогда я могу определить значит такую штуку так давайте я возьму какое-то вещественное число c я могу определить такое множество подуровня значит m от c это полный прообраз ну всех чисел меньших c значит вот у меня здесь есть какое-то какое-то c вот я беру все числа меньше либо равное c то есть такой луч от минус бесконечности до c и беру у него полный прообраз начну от того как бы все точки получаются на высоте меньшей c в данном случае это вот я заполнил такой вот кусочек кусочек бублика ну границы бублика и тут значит можно как бы еще один способ смотреть на теорию морса такой более классический как бы это смотреть чего происходит чего происходит с вот этим вот множеством уровня когда вы меняете c ну как бы два очевидных наблюдения что m как бы от минус бесконечности это означает что мы ничего не взяли это пустое множество а m от плюс бесконечности это означает что мы взяли всю прямую это будет просто все многообразие m но мы давайте вот от минус бесконечности до плюс бесконечности начнем двигать наше С и смотреть, как будет меняться множество уровней. То есть мы начнем заполнять водичкой нашу картинку. Давайте я вначале здесь какой-то мультик нарисую. Чего происходит с нашим множеством подуровня. Вначале как бы ничему не было, потом в какой-то момент у нас возникла такая лужица. Что-то здесь возникло. Дальше мы С меняем, наполняем водичкой ТОР. В какой-то момент у нас граница нашей лужицы разобьется на две окружности. Такие у нас штаны возникнут. Дальше мы опять же наполняем, наполняем, наполняем. Какое-то время ничего не меняется, потом у нас вот эти две окружности обратно сольются в одну, когда мы перескочим через вот это вот критическое значение. И потом уже у нас весь ТОР заполнится. Вот. Вот такой вот мультик. Наполняем мы. Значит, у нас С как бы бегает от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот. Ну, а чтобы все это формализовать, значит, тут есть такие наборы теоремы. Не знаю, пусть будет Лемма, что ли. Значит, Лемма. Лемма один. Значит, если у нас некоторый отрезок не содержит критических значений, критических значений, то фактически, значит, наше множество уровня никак не меняется. Множество подуровня. Словно говоря, пока мы не проходим через критическое значение, ничего не происходит. Я даже напишу некое слабое утверждение гомотопическую эквивалентность. То есть, вот пока мы наполняем пока мы наполняем вот эту вот лужицу до того, как мы дойдем до этой точки, ничего не изменяется. Там как был диск, так и остается диск. Ну, интересно, как бы интереснее, что происходит, когда мы проскакиваем через критическое значение. здесь лемма 2, что если в процессе вот этого наполнения от А до Б мы прошли, так давайте здесь вот так вот напишем, значит, если АБ содержит ровно одно критическое значение С, критическое значение С, соответствующее критической точке индекса К маленькое, то мы тоже понимаем, как поменяется наше множество подуровных. А именно оно поменяется следующим образом. На самом деле к тому, что было, к М от А, мы должны приклеить диск размерности К по его границе. Как-то. Давайте нарисуем, значит, во что превращается наш предыдущий мультик. Значит, вначале у нас родилась, у нас была точка индекса 2, значит, мы родили диск. Вот, как бы, вначале ничего не было, потом родился диск. Потом так, давайте я нарисую, что это такое на картинке. Значит, у нас вот, вот мы налили такую лужицу. Дальше мы, когда проскочили через вот эту точку, наливая нашу лужицу дальше, у нас, значит, возникли такие штаны. Но штаны это то же самое, что если вы к диску приклеите одномерную клетку по границам. Ну вот, как бы, вот эти вот штаны гомотопические, это то же самое, что здесь нарисовано. Конечно, здесь гомеоморфизма нет. Ну и ладно. Дальше, значит, чего происходит дальше? Значит, дальше вы заполняете эти штаны, ну, фактически вы делаете следующее, значит, когда проходите через следующую критическую точку, у вас приклеивается еще один диск, который там что-то как-то затягивается. Значит, не знаю, я попробую здесь это изобразить, видно, что это получится хорошо. Ну, что-то в таком духе. Значит, приклеивается еще один диск. И, наконец, когда вы проходите через вот максимум, то есть, когда получаете весь тор, у вас ко всему этому приклеивается, ну, как бы, чего там, точка там приклеивается, сейчас, или двумерный диск. Наверное, я здесь немножко накосячил, да, я здесь накосячил, здесь надо было сказать индекса N минус K. Тогда все будет правильно. Значит, мы стартуем, стартуем с точки, значит, да, я прошу прощения, здесь это я неправильно сказал. у нас, у нас на самом деле мы стартуем с точки, потом мы приклеиваем к этой точке одномерную клетку, потом к этому ко всему еще раз приклеиваем что-то одномерное, а потом, когда доходим до конца, мы вот ко всему вот этому приклеиваем что-то двумерное. Ну, и в итоге получается вот, собственно, исходный тор. Вот мы вот этому агрегату приклеили что-то вдоль окружности, приклеили двумерный диск, ну, получился тор. Вот, ну, в принципе, это как бы вот по сути верхний ряд, это вот то же самое, что мы видели, когда он там на восходящее, вернее, на нисходящее множество смотрели, ну, а тут такой чуть-чуть более, ну, в общем, другой способ на все это смотреть. Так или иначе, здесь получается такое следствие, ну, опять же, это следствие мы уже видели в каком-то смысле, что М, то есть, М-бесконечность у нас гомотопно клеточному комплексу комплексу коммерные клетки, клетки которого соответствуют критическим точкам точкам индекса ну, вот тут вот n-k, значит, я здесь немножко ошибся, значит, здесь нужно n-k смотреть. Ну, вот как-то так, то есть, опять же, это некоторое утверждение в духе того, что мы вот раньше видели, ну, просто мы к нему немножко по-другому подошли, значит, это все похоже на что-то похоже, ну, похоже на вот эту вот вещь, то есть, в целом, вот, то, что здесь написано следует из последнего утверждения, которое мы написали из такой вот гомонотопической эквивалентности. Ну, гомонотопическая эквивалентность, в принципе, такая чуть более сильная штука, значит, она иногда бывает полезнее, и вот как раз дискретная теория Морса, которую мы уже полноценно начнем в следующий раз, она будет, ну, в ней будет как бы и некий дискретный аналог там полей и как бы там восходящих-нисходящих множеств, но, пожалуй, проще ее все-таки будет понимать из вот такой вот аналогии. То есть, мы просто будем на дискретной структуре, на более общих даже, не только на многообразиях, постепенно как бы их так вот заполнять и смотреть, что при таком заполнении происходит с топологией на каждом шаге. про дискретную теорию Морса тогда вот уже в следующий раз я расскажу. Ну, в самом вот как бы то, что у нас сегодня было, полезно это иметь в виду, даже если вы это знали, мне кажется, не совсем бессмысленно это было освежить. Такие дела. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Так, а там что-то в чате. А, Герман, да, да, Гесиан не вырожден. А матрица из старых производных не вырождена. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.